Доброго времени суток! Часто задаваемый вопрос про хризантемы. Вообще хризантема это цветок короткого цветового дня, это осенние цветки, они цветут осенью. У нас в основном представлены раннецветущие сорта, есть еще позднецветущие, но позднецветущие даже еще бутоны не набрали. Вот эти вот хризантемы, они у нас раннецветущие, и они должны были зацвести в августе месяце, но мы ждали-ждали и не дождались. Вот мы их выкопали в горшочки, посадили и принесли в летний домик. У нас как типа теплицы, чтобы они у нас тут зацвели. Мы будем им любоваться, как я и говорила, может быть до ноября, может до декабря. Если мы будем их обрабатывать от болезни от вредителей, они будут жить долго и счастливо. И температура, если у нас будет 10-12-15 градусов, для них это просто волшебство. Любоваться мы будем, пока у нас все не распустится, красиво-красиво будет. Вот некоторые уже экземпляры у нас начинают распускаться, придется любоваться дома. Как сохранить хризантему в зимнее время? Они у нас когда отсветут, отсвели наши девочки. Это может быть даже у нас и ноябрь, может быть даже и цепанем декабрь. Все зависит от температуры дома, какая температура в домашних условиях будет. Потом, что мы сделаем? Мы должны будем ее обрезать. Мы ее обрезаем, оставляем буквально вот так вот. Обрезали, чтобы на ней не осталось ни единого листочка. Все обрезали. Ни единого листочка нету. Обрабатываем от болезней и от вредителей. Как всем известно, хризантему любят трипс и паутенный клещ. Препараты. Я вас с ними знакомила, с многими препаратами, но повторюсь, можно использовать канимайт, можно аники. А от болезней, чтобы не мучнистой росы, не было ни ржавчины, это либо фундазол, либо это тапуджин. Эти препараты можно заменить еще каптаном. Все, наши девочки обрезаны. Они готовятся к тому, чтобы утих в подвал. Мультифлора зимует в подвалах. У нас она в открытом грунте не зимует от слова совсем. Она погибает. Обработали. Два-три дня ждем и убираем в подвал. В любом случае, любую мультифлору ты выкапываешь. Если ты хочешь сохранить ее, ты ее должен выкопать. Обязательно. Да, она не зимует. А когда хризантема в подвале, как ухаживать? В зимнее время только заливать нельзя в подвале, иначе тебя гриб сожрет. Можно кусочек снега положить, он постепенно в подвале тает, и он напитывает землю. Нельзя заливать. А когда он проснется, а он может проснуться даже в подвале в феврале месяце, ты быстренько его наверх чпок, очеренкуешь вот этих детенышей. Если ты разделишь вот этот куст, который ты сохранил, он будет кособокий. Как понять, что брать на черенок? А он покажет тебе. Ты же обрезала все листья, у тебя нет листьев вообще от слова совсем. А потом, когда зеленая масса начинает вылазить, ты ее быстренько ставишь, жаль, даже под лампочку поставил, чтобы они у тебя не вытянутые были. И они хорошо укореняются. Чтобы получить вот такой вот, допустим, кустик, лучше черенковать. Не сам маточный куст делить на кусочки, а именно черенок. Как только начинает новая порослети, здесь, конечно, как палочки. Вот такие вот маленькие-маленькие на лысых стволиках будут вот такие вот. Все быстро достаем, чтобы пока они у нас совсем не вытянулись, потому что они без солнца будут вообще практически нежизнеспособны. Либо под лампу, либо на хорошо освещаемое окно. И вот таких детенышей мы потом будем черенковать, чтобы сохранить сорт. А на этом наша программа заканчивается. Красивых вам цветов. И сохраните все хризантемы свои. Они вас будут радовать в следующем сезоне. Всем пока-пока. Благодарим магазин «Помидорка» на профсоюзах 16 за помощь в организации съемок.